На 7 миллионов рублей реализовали продукции фермеры и сельхозпроизводители края на ярмарках выходного дня. Самый большой фермерский рынок региона проработал 24 дня. Впереди еще столько же. В этом году продавцам не приходится платить за торговое место. Все расходы взял на себя краевой бюджет. Репортаж Арины Салдатенковой. Амалина, почему у вас? 350. На столах фермеров изобилие овощей и ягод. К этому времени года поспело практически все, что растет на Дальневосточной земле. Продавцы наперебой расхваливают свой товар и придумывают новые способы, как завлечь покупателя. Много смородины, крыжовников, чеснока много. Арбузы теквы дыни. Чеснок тоже будет гора на столе стоять. Гора, прям чеснока. А когда гора лежит, люди так с любопытством подходят и покупают. На ярмарке появились и первые местные арбузы. Полосатая ягода созрела в районе имени Лозо. Также фермеры предлагают на выбор много видов зелени, домашние помидоры, молодой картофель и мед. На этой ярмарке, как и в прошлом году, организаторы совместно с фермерами разыграют среди покупателей почти 30-килограммовый ящик овощей. Далеко ехать не надо. Мы обычно по деревням ездили. Сейчас все нам привозят. Здесь все можно сразу купить. И не очень дорого. Уже третий год подряд ярмарка выходного дня разворачивается у арены «Ерофей». Сюда приезжают производители из Хабаровского, Вяземского, Бекинского и района имени Лозо. Реализовать свою продукцию они могут совершенно бесплатно. В этом году ярмарка абсолютно бесплатная. То есть совсем было принято решение, что вот эти 160 рублей, которые в прошлом году были за уборку территории и вывоз мусора, она тоже не взымается. Это все тоже компенсируется бюджетом края. Каждый год на ярмарке выходного дня становится больше участников и торговых мест. Сейчас свою продукцию в субботу и воскресенье продают почти 50 фермеров.